13-го числа, 13-го августа, вот 12-го произошла катастрофа, а 12-го августа вылетел из Британии самолет со спасательным аппаратом. Что вы думаете, что с ним произошло? Ему не дали посадку в Мурманске. Его развернули, и он улетел обратно в Великобританию с этим же спасательным аппаратом. Как вы думаете, почему? Как вы думаете, почему, Борис Анатольевич? Ну, здесь несколько причин. Во-первых, до сих пор стянают по секретности. Хотя ничего секретного в самой подводной лодке нет. Секретные приборы могут быть, какие-то детали, аппаратура какая-то. Но сама подводная лодка, как она была, первые появились в начале 20-го века, так она и осталась подводной лодкой. Но ядерный реактор там стоит, тоже не секрет. Притом ядерный реактор намного больше по размерам, чем у любой американской атомной подводной лодки. Поэтому, опять же, боялись за свои задницы адмиралы и искали причину в чем угодно, но только не признавая свою собственную вину. Никто из них, по сути, даже главком ВМФ Кураедов, который тоже причастен к гибели экипажа, себя виновным не признал, не покаялся. Вы знаете, Борис Абрамович, сразу какие-то параллели проходят с недавним терактом в Подмосковье, в Крокус-Сити-Холле. В украинской разведке считают, что две самые реалистичные версии, это либо то, что спецслужбы России проигнорировали, ну, скажем так, вернее, из-за халатности, недооценили угрозу, вот так сформулируют. И вторая версия, это то, что российские спецслужбы специально закрыли глаза на готовящийся теракт или даже каким-то образом способствовали им. Но неважно даже, в какой сейчас мы выбираем, вот если мы выбираем даже первый вариант, да, халатность. Опять-таки, все на своих местах, никто с должности не снят, спецназовцы ехали больше часа силовики на место, скорые стояли в пробках. В итоге все пытаются повесить чуть ли не только на директора самого, на владельца самого Крокус-Сити-Холла, на его семью. Вот в этом плане можно параллели проводить, я думаю. Но и в целом нашим зрителям, думаю, будет интересно, какая версия вам кажется наиболее вероятной, если уж мы говорим о теракте в Подмосковье. Халатность. Понимаете, в чем дело, что вот не похоже, чтобы это была организованная провокация Федеральной службы безопасности, тем более, что речь идет о предднями выборов президента и создавать дополнительные сложности с его избранием, хотя, конечно, никакого там избрания нет, это понятно, но тем не менее, я думаю, что они не стали бы. Другое дело, вот ситуация, связанная с взрывами домов в Москве в 99-м году, там нужен был повод для того, чтобы начать войну в Чечне. И этот повод сработал. Хотя вот это, в этой ситуации, Фельштинский очень хорошо написал в своей книге, Юрий Фельштинский, историк, писатель, живущий в Бостоне. Он написал, что это, конечно, была в чистом виде провокация ФСБ. Да, ФСБ взрывает Россию, так и называется книга. Мы с господином Фельштинским часто общались на темы спецопераций, которые проводили российские спецслужбы. Но здесь же тоже, возможно, можно сказать, что вот сейчас, по версии Financial Times, по опросу одного из университетов, больше половины россиян верят в то, что Украина стоит за этим терактом. В Минобороны Российской Федерации говорят, что даже стало больше добровольцев, которые приходят, потому что хотят отомстить за жертв Кропу Сити Холла. То есть, в принципе, тут тоже можно сказать, что какой-то эффект для ведения войны против Украины это тоже дало, точно так же, как в 99-м, во время войны против Второй Чеченской. Нет, дело в том, что в данном-то случае война в Украине как велась, так и ведется. Сделать очередной призыв или создать ситуацию, при которой дополнительное количество мужчин поступит в вооруженные силы, это никакого значения не имеет. Путин в любой момент может принять такое решение, да уже принял такое решение. И так же ползучее идет создание второй очереди вооруженных сил России в Украине, воюющей. Поэтому я здесь не вижу аналогии. Нет, не было необходимости, не было для того, чтобы каким-то образом усиливать или усложнять ситуацию во время войны в Украине. Он сам все может решать. Да, такое мнение тоже есть, друзья. Вы ваше мнение оставляйте в комментариях, тоже интересно будет почитать. Давайте еще вернемся к нашей теме о расследовании гибели моряков с подводной лодки Курска. Вы же написали об этом книгу. И после этого я где-то читал, что вы рассказывали, что лично Патрушев вам подписывал уголовное дело против вас. Но вы считаете, что это была не инициатива Патрушева и конкретно ФСБ, а лично Путина, которому вы так насолили после того, как написали эту книгу о Курске. Почему он так разозлился, как вы думаете? Дело-то вот в том, что у меня с Федеральной службой безопасности конфликт идет или процессуальное столкновение с 1990 года, еще в советское время, с КГБ СССР. Потом, если вы помните, у меня было дело Калугина, генерала, я представлял его интересы, по иску Горбачева о лишении наград, по иску к совету министров о лишении звания и по иску к КГБ СССР о лишении его пенсии. Дальше было еще несколько дел, в том числе и таких шпионских дел, как дело Ткаченко. Это подполковник главного разведывательного управления Министерства обороны Российской Федерации, который работал на израильскую разведку. Вернее, передавал израильской разведке сведения, составляющие, как считало следствие и как посчитал суд, сведения, составляющие государственную тайну. Потом было известнейшее дело Сутягина, это сотрудник института США и Канады, которого обвиняли в передаче американской военной разведке РУМО, сведения, составляющие государственную тайну. Никаких сведений, составляющих государственную тайну, Сутягин не передавал. Судилова суд присяжных, а в число присяжных был внедрен сотрудник службы внешней разведки Григорий Якимишин, который сумел развернуть присяжных в иную сторону, и они вынесли вердикт виновен. Впоследствии это дело рассматривалось в Европейском суде по правам человека, и Сутягину выплатили, по-моему, 20 тысяч евро, и признали, что приговор незаконный. В том числе и с учетом внедрения в число присяжных человека, который перед этим давал присягу и говорил, что он никакого отношения не имеет к спецслужбам. Ну это вы рассказываете к тому, что, да, про ваши отношения с Федеральной службой безопасности, но Патрушев, который подписывал вам уголовное дело именно после того, как вы написали книгу о Курске, как связаны ли эти вещи, да, как вы считаете, уголовное дело против вас? И кто отдавал, кто как бы отдавал приказ? Был ли это лично Путин? Ну то, что это был лично Путин, это мне известно из его ближайшего окружения. До сих пор живы эти люди, которые мне, когда обратились к Путину и говорили, что надо Кузнецова вернуть обратно в Россию, он сказал, отмахнулся и сказал, чтобы к нему с этим вопросом больше никогда не подходили. То, что это его указание, я знаю, но это никак не связано с изданием книги. Это было связано с моими высказываниями. Книга, первое издание было выпущено, издано в России в 2005 году. Там, кстати говоря, про Путина ничего особенного нет. А второе издание было уже, я был в эмиграции, в 2013 году в Эстонии вышло. И эта книга не попала в Россию, поскольку ее на таможне тормознули. Так что, нет, это ситуация особенно связанная с Утягином, поскольку Путин еще до вынесения вердикта присяжных, даже до начала судебного разбирательства, его обвинил предателем. Но это что, не вмешательство в судебную систему? Глава исполнительной власти до суда признает виновным человека, которого еще не судили. И я жестко на это дело реагировал и выступал на Эхи Москвы по этому поводу. Очень жестко реагировал. Ну и это вызвало неудовольствие, естественно. Другое дело, что они меня, вот как они прозевали теракт, так они меня прозевали. Потому что я за день до ареста уехал из России. Ну, видите, халатность российских силовиков играет на руку, на самом деле, нередко. И, возможно, для нас, для меня лично, как украинца, то, как работают, как оперативно и как, в общем-то, внимательно работают российские спецслужбы, это тоже огромный плюс. Борис Абрамович, мы сегодня будем уже подходить к концу, однако знаю, что я с вами еще очень хотел бы обсудить целый ряд ваших дел, которые вы расследовали, когда были оперуполномоченным и дел, когда вы работали адвокатом. Если наши зрители достаточное количество лайков поставят и напишут, что им интересно, я буду просить просто для того, чтобы мы встретились снова, можем только сделать такую небольшую затравочку. Вот у меня есть пару любопытных фактов о вас, а вы скажите, правда ли это, и, возможно, дадите какой-то комментарий. Ну, во-первых, вот о вас писали, что ваш номер продавали в очередях в прокуратуре. То есть люди стояли там, и ваш номер можно было купить за деньги, для того, чтобы вы им помогли. Это правда? Да, телефонный номер телефона. Да, это правда. Это абсолютная правда. Вы много брали за свои услуги? Вы знаете, и много, и не брал совсем. То есть вот дела в защиту Георгия Юматова, генерала Калугина, Гумченко, Майя Михайловна Плесецкая, и много других дел, особенно у военных, я никогда не брал деньги. Я старался не брать деньги у чиновников, потому что я оценивал себя достаточно высоко, и час моей работы был тысячи евро. Но зарабатывал я очень хорошо, поскольку кроме вот этих дел, которые мы упомянули, я представлял интересы многих иностранных компаний. Я представлял интересы ЮКОСа еще до того, как его приобрел Ходорковский. И они замечательно платили, и мне вполне хватало, и мне, и сотрудникам моего бюро, и зарабатывали очень хорошее сделание. Но это давало мне возможность многие дела вести бесплатно. Вы, Борис Абрамович, говорили о том, что вам приходилось защищать и убийц. Есть кто-то, о ком вы жалеете, чьи интересы вы представляли? Нет. Дело в том, что вот здесь профессия адвоката, она сродни профессии врача. Что когда ты кого-то защищаешь, то это не значит, что ты разделяешь его позиции, что ты разделяешь его убеждения, его взгляды. Ты его лечишь. Только это лечение другого свойства, чем лечение врача. Ты оказываешь ему юридическую помощь. Не более того. И вот даже те мужчины, которые сейчас сидят в Лефортово и обвиняются в расстреле людей в Крокус-Сити, они тоже должны иметь адвокатов. И эти адвокаты должны работать так же. И в первую очередь опровергать их показания, где они признают себя виновными, поскольку эти показания даны под пытками. Это обязанность адвоката, независимо от того, назначен этот адвокат или нет. Я понимаю, Борис Абрамович. А вот, кстати, о том, как показывали абсолютно публично эти пытки над задержанными вот этими вот таджиками, подозреваемыми в деле у расстреля в Крокус-Сити-Холле. Я понимаю, что, наверное, такие методы, как пытки через гениталии электричеством, как там отрезание уха, наверняка они использовались и ранее. Но сейчас это делается открыто, публично. А такие топ-пропагандисты, как Маргарита Симоньян, даже обращаются к Путину, чтобы он не позволил наказать вот тех, кто так обращается с людьми, чья вина еще пока не доказана. Вы знаете, что речь идет об обычных уголовниках. Конечно, такие случаи были, может быть, и раньше. Но раньше это на самом деле скрывалось и выявлялось только при проведении очень глубоких журналистских расследований. Вот помните историю со шваброй, да? В колонии швабру в анальное отверстие. То есть это докопались журналисты. Это люди, которые применяют пытки, это уголовники. Это такие же разницы между людьми, которые устраивают террористические акты, и которые пытают людей, разницы нет никакой. У меня были в практике случаи, когда даже не было пыток никаких, а просто человек на себя брал чужую вину. И мое руководство в Магаданском ОВД тогда говорило, что вот раскрыли преступление. И когда я стали проверять его показания, они не ложатся в ту обстановку, которая на самом деле была. Там речь шла о девяти девочек в возрасте четырех-пяти лет. И человек взял на себя убийство. Мое начальство доложило в Москву, а я предупредил начальник ОВД, что либо он сам сообщает в Москву о том, что преступление не раскрыто, или я на следующий день дам телеграмму открытым текстом на имя министра внутренних дел. И в конце концов нашли эту убийцу, но это было позднее, я уже был в отставке в это время. Борис Абрамович, тут, наверное, будем ставить как раз троеточие. Вы такой прекрасный анонс вообще сделали под конец. У вас, я знаю, огромная... У вас 12 томов, правильно? 12-ти томник, посвященный вашей жизни. Вам еще рассказывать и рассказывать этих историй. Ну, это не моя, это не только моя жизнь. Значит, это, во-первых, история России. История России в преломлении конкретных дел, в которых я принимал участие. Я как-то Вайнеру, Аркадию Вайнеру, мы жили с ним в одном доме в Нью-Джерси, принес какую-то главу из наброски своей. Он прочитал и говорит, Боря, ты такой талантливый, ты такая умница, у тебя столько знаний, все замечательно, только я не понимаю, почему ты такое говно пишешь. Вот. И кое-что я от него переням. Потому что это... Да, действительно, это мои дела. Все, кроме одного, пожалуй, там. Кроме двух. Но которые во мне вызвали интерес. Одна исторический, а вторая – это работа моего приятеля, нынешнего адвоката. Поэтому книги буквально, я думаю, что через недели-две появится на 40 тысячах магазинах, интернет-магазинах по всему миру. И я буду давать анонсы, буду давать рекламу. Попрошу вас прокомментировать эту книгу и дать свою оценку хотя бы в общих чертах. Так что вот такие дела, вот так вот живем. Удовольствие. Удовольствие. Продолжение следует... ...